И, в Аллахе, вот этот вопрос, он очень важный, как один из наших шейхов говорил, говорит, если вернуться в историю, то мы увидим, что если кто-либо хотел посеять какую-то порчу в каком-либо народе, или же разрушить целостность уже какой-то там устоявшегося общества какого-то, то с чего начинали? Начинали с девушек и женщин, то есть, в общем, в целом, если говорить, с женщин начинали. То есть, первым шагом служило именно что? Именно вот это, порча, развращение, обесценивание, деморализация, если так можно сказать, именно слабого пола. Так как они знают, если будут испорчены жены, сестры наши, наши матери, то будет испорчено все вообще, и религии, и дуни, и общество в целом. Не будет должного воспитания по отношению к детям, не будет должного уважения по отношению к мужьям, не будет должного чтения по отношению к родителям. Таким образом, придет все к порче. И также, вот не менее важно, о чем шейх говорил, один из коварных планов шайтана и его приспешников из числа людей, конечно, это умолить достоинство учителей, принизить их положение в глазах учеников. Так как они понимают и осознают прекрасно, что посредством обучения, посредством знания, посредством преподавания происходит пробуждение исламской общины, происходит прогресс. Однако сейчас всячески пытаются вот это подмена понятий сделать. Профессия учителя – низкая профессия, низкооплачиваемая профессия, нечтимая профессия. Сам учитель – это предмет насмешек просто. Над учителем можно подшутить, можно кнопок ему на стул насыпать, можно жвачку прилепить ему на стул и так далее. Можно посплетничать об учителе о его внешнем виде. Айде, нормально, это обычная вещь считается. Разве не так? Так, все это мы свидетелями являются. Какие-то разные клички дают учителям, перерекаются. До чего доходят, даже дерутся с учителями. А для чего? То есть, немножко-немножко глубже копнуть, для чего все это делается. Почему оно вот так происходит? Чтобы исламская община осталась необразованной. Чтобы среди мусульман был развит джахль, вот это невежество. Оно так и есть, Субханаллах. Попробуйте вот для интереса диктант. Просто продиктуйте вот одну страницу. Диктант сделайте. Все двойки схватят, Субханаллах. Какие-то элементарно в орфографии. Я уже о пунктуации вообще молчу. Какие-то орфографические ошибки. Вот сейчас у нас мир ватсапов, телеграммов и так далее. Иногда вопрос даже задают братья, пишут. И, Субханаллах, читаешь вопрос, столько ошибок. Думаешь, почему пишешь ты остыдно мне? И, в Аллахе, то есть, я не хочу, не обвиняю этих братьев, не обвиняю этих сестер. Сам такой же я. Однако, вот эту тенденцию саму, именно вот унижение, оскорбление, презренное отношение к учителям, ее надо как-то менять, с этим надо как-то бороться, если это будет замечено в ребенке. Ни в коем случае не надо вставать на сторону ребенка и защищать, учитель плохой и так далее. Как минимум, как минимум, надо отругать ребенка за это. За такое отношение, за такое презренное отношение к учителю, насмехательство одним и так далее. Поэтому, вот эти две вещи, они очень важны. Это учителя и сестры наши мусульманки. То есть, уважение по отношению к учителю и достойное воспитание наших жен-дотерей. Достойное воспитание, это не воспитание на основе сериалов про любовь, не воспитание, которое зыждется на каких-то романтических фильмах и так далее. Это воспитание, основанное на Куране, на сунне пророка, саляллаху алейхи вассалям. И когда мы про учителей говорим, я не имею ввиду каких-то конкретную какую-то науку. Нет, учителей в общем, те, кто пытаются донести до нас, до мусульман, знания. А есть ли это учителя в каких-то шариатских науках? Как, допустим, в первую очередь, таухид, правильную акиду, если они доносят. Фикх, тафсир, хадис, сира и так далее. Другие науки, здесь тем более мусульманин, мы сами, в первую очередь, должны показывать пример нашим детям. И воспитывать наших детей на том, чтобы они уважали учителей, с почтением относились к ним. Тем более, если это учителя, как я уже сказал, по таухиду или по акиде. Те, кто обучают нас правильному пути в соответствии с пониманием праведных предшественников. Насалюллаху аль афу аль афи.